Правильно, Андрюшенька, ты сказал. Огромное спасибо администрации, огромное спасибо социальной защите. Только каким боком, припёком вы там оказались? Поснимать что ли тараканов на стенах? Или поснимать эту грязь там? Ну, привезли продуктов. И всего лишь. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело. И обсудим видеоролик, в котором мальчики просто рассказали, что убабывали, вывезли уже 4 или 5 машин мусора, что мусора больше нет. Об этом я уже слышала на стриме, что вмешалась администрация, социальная защита, и помогли всё это быстренько сделать. И дальше сейчас очищается квартира. Я только не понимаю, каким боком, припёком вы там оказались, и чего это вас туда занесло. И как вы сказали, что после вас сразу приехала из защиты, из администрации, бабушку положили в больницу, и что она там будет находиться, пока квартиру не приведут в порядок. Я понимаю, ежели бы вы точно так же поступили, как вот только-только вышло видео на канале «Слово пацана». Там, где квартира, трэш-квартира, ещё, наверное, похлеще, ну или такая же, да. И там ребята её очистили, вывезли весь мусор, сделали ремонт, сняли квартиру семье. Вот это я понимаю. А приехать, поснимать тараканов, ну, втёрлись в доверие к бабушке. Привезли продуктов, она вам открыла дверь. Вы сказали, что вы хорошие, вот, вы её как бы покормили. А это уже великое дело для пожилого человека. Она воспустила к себе в дом, то есть доверилась вам. И это прекрасный контент. Ну, почему нет? Ну, ребят, только вот не говорите мне, что вот я привязываюсь. Ну, на самом деле, ну, сравните. Сравните. Ну, вот только мы недавно с вами смотрели. Там правда-неправда с той историей, где мусорная квартира. Здесь явно мусорная, потому что администрация вмешалась, социальная защита вмешалась. Там, ладно, правда-неправда, но там реально выгребли весь мусор. Там сколько времени делали ремонт и в то же время для семьи снимали квартиру. Ребят, ну, а здесь чё? Мы чё, тараканов с вами не видели? Походили, ох-ох, а зачем столько она коробок собирала, зачем она столько бумаги? Макс собирала? Ой, вон ползёт-ползёт, по стенам опять снимают. Нафига нам ваши тараканы? Ну, ладно, съездили в магазин, купили чуть продуктов, чуточку, да, носочки, колготочки. Ребят, и всего-то. Ну, наверное, вы на это именно и рассчитывали, что будет суперски. Вообще, у бабушки есть родственники. И вы это прекрасно слышали, ребят, слышали, видели. И вот обязательно надо было ещё и допрашивать родственницу. Чё да как. Я понимаю, если бы вы там помогали этой бабушке неизвестно как. А тут ещё и узнавать, допытывать родственников. Прям какие-то следователи. Прям какие-то проверяющие. Приехали и ходили по квартире, снимали эту грязь. Там пол прогнил, там то сделано. Ой, уже как чище стало. Ой, а в этой комнате мы даже не были и не заходили. И что тут творится? Ой, а тут металл сдавать будет кому-то на пивко там родственница. Понятно, что там не всё так просто, не всё так благополучно. Но если помогает администрация, если помогает социальная защита, зачем вы там нужны? Ребят, вот было бы реально доброе, благое дело, если бы вы там принимали участие. Хотя бы в этой же уборке. Оделись бы в эти костюмы, чтобы на вас не наползли те тараканы. А то они говорят, ой, ну если нужна будет помощь, там транспорт и всё, и тишина. Больше что ли никакой помощи? Или тысячу рублей давал, которые они не хотели взять? Ну ладно, хоть на лечение собачки. Но точно лечение собачки в тысячу рублей не обойдётся. Я помню ту собачку и как она выглядела, какая у неё была спинка, что явно в тысячу рублей там не вложиться. Ну ладно, хоть эта женщина взяла, и хоть бы она действительно пустила эти деньги на лечение собачки. И то, наверное, бы Андрюша не вспомнил бы про собачку, но писали же зрители, постоянно пишут зрители, потому что зрители любят животных. Если бы зрители не писали, никто бы не вспомнил про эту собачку. Но он вспомнил, чтобы сказать зрителям, что с ней всё хорошо, что её уже забрали, и она будет досмотрена, и что собачка уже пожилая. Также там убирались, и что спросил Андрей, или есть там мыши? Видимо, Андрей боится мышей. Ну, видите, там, оказывается, была ещё и мёртвая кошка, и неизвестно, что там можно найти. Может, по этой причине мальчики не хотели помогать убирать. Нет, ну, возможно, и не по этой причине, ребят, это я так уже шучу. А просто, ну, зачем? Зачем убирать, если есть соцзащита? И правильно Андрюша говорит. Спасибо администрации, спасибо социальной защите. А мальчикам правильно она сказала. Ну, и спасибо вам за такую хоть маленькую-маленькую помощь, да? Маленькую, потому что, ну, что это за помощь? Наверное, мальчики выгоды больше заимели себе, потому что уже же обещали, что когда баба Валя будет в квартире, то мальчики к ней обязательно приедут, представляете? А вот кто-то ещё ей посылку пришлёт, потому что она милая бабушка. Согласитесь, она милая бабушка. Мальчикам это на руку. Вот и весь ответ, зачем мальчики там. Вот любят они бабушек, любят они немощных людей, одиноких людей. Серёжу они удивительно полюбили и не знают ничего о нём. Но об этом позже. В общем, ребят, пишите своё мнение, что вы думаете по этому поводу. Вот почему мальчики там. Ведь они, по сути, абсолютно ничего не сделали. Они только приехали, запилили ролик. Ой-ой-ой, катастрофа века. Там бардак, там бабушка. Купили ей покушать, но бабушка-то кушает ещё определённые продукты. Потому что мудрая бабушка, мудрая. Ну, хоть она и имеет, знаете, свои такие фантазии в голове, свой характер. И каждый пожилой человек – это своеобразный человек. И всё, больше мальчики ничего-то и не сделали. И сейчас тоже приехали, постонали. Ой-ой-ой, катастрофа века. А тут прогнило, а тут всё грязно было, а уже убрали. Да, мальчики, справились и без вас. И даже справились бы и с продуктами, и с одеждой. Ну ладно, раз уже запилили, вам позволили хоть что-то купить. Раз видос снят. В общем, ребят, жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok